Сура пятнадцатая. Аль-Хиджр. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Ра. Это то, что читается, аяты книги Аллаха и разъясняющего Корана. Может быть, пожелают те, которые стали неверными, стать предавшимися Аллаху, когда увидят, как Аллах выведет из ада грешных верующих. О, Пророк, оставь их, этих неверующих. Пусть они едят и пользуются благами этой жизни. И пусть отвлекает их надежда на долгую жизнь от размышлений о том, что ведет к спасению от наказания Аллаха. И вскоре они узнают итог своих дел. И прежде мы не губили ни одного селения без того, чтобы у него у селения не было известного предписания определенного срока. Многобожники, не веря Пророку Мухаммаду, просили, чтобы он явил им наказание от Аллаха, о котором он их предостерегал. Не опередит ни одна община своего жизненного срока, их жизнь не закончится раньше того момента, который установил Аллах. И не задержатся они от срока, им не будет дана отсрочка. И сказали они, неверующие, Пророку Мухаммаду, насмехаясь, «О ты, которому не спослано напоминание, Коран, поистине ты ведь однозначно одержимый бесами, безумный. Почему бы тебе не явиться к нам с ангелами, если ты из числа правдивых, чтобы доказать, что Аллах послал тебя? Не низводим мы ангелов, кроме как только с истиной, с наказанием для тех, кого мы желаем погубить. И тогда, когда сойдут ангелы, не будет дана им отсрочка». Поистине, мы – Аллах. Мы не спослали напоминание Коран, и поистине, мы его Коран действительно охраняем от любых изменений, добавлений и убавлений. «И вот уже до тебя, о Мухаммад, мы посылали пророков к партиям прежних общин. И не приходил к ним, к прежним общинам, ни один посланник, чтобы они, неверующие, над ним не насмехались. Так, как мы ввели неверие в сердца тех, кто насмехался над прежними пророками, мы вкладываем это неверие в сердца бунтарей, многобожников. Не веруют они в него, в Коран. А ведь уже прошел пример прежних общин, когда Аллах наказывал их за их упорство в неверии. Если бы мы открыли им, неверующим, врата неба, чтобы они увидели величие и владычество Аллаха, и сколько бы они туда не поднимались, то непременно говорили бы, не веруя в это, взоры наши лишь опьянены, околдованы. И даже более того, мы – люди, околдованные Мухаммадом. И на наше могущество указывает то, что вот уже устроили мы в небе башни-созвездия и украсили их звездами для смотрящих. И охранили мы его, небо, от всякого сатаны, побиваемого камнями, чтобы он не мог добраться до него, кроме только того, который быстро подслушивает речь ангелов украдкой. Но затем следует за ним ясный светоч, чтобы он был сожжен. Смотрите суру «Ангелы, стоящие рядами». Аят 10. «И землю мы разослали, сделали ее пригодной для жизни, и бросили на нее устойчивые горы, которые укрепляют ее, и произрастили на ней всякую вещь, разные растения, по определенному весу и размеру. И устроили для вас на ней, на земле, средства жизни, и для тех, для ваших детей, рабов и скота, которых не вы наделяете пропитанием, а Аллах дарует им пропитание. И нет ничего такого, в чем было бы благо для рабов, без того, чтобы у нас не были ее сокровищницы. У Аллаха есть все виды того блага, и низводим мы его то благо, только по известной мере, сколько мы пожелаем, и только кому мы пожелаем, по своей мудрости. И послали мы ветры, оплодотворяющими облака и растения, и низвели с неба, с облаков, воду, дождь, и напоили вас ею, и не вы ее храните. И поистине мы, конечно же, мы оживляем, приводя в бытие, и умерщвляем, когда заканчивается жизненный срок, и мы являемся наследующими землю и тех, кто на ней. И ведь мы знаем ушедших вперед, уже умерших из вас, из людей, и ведь мы знаем отставших, тех, кто жив сейчас и еще будет жить до дня суда. И поистине Господь твой соберет их для расчета и воздаяния, ведь Он мудрый и знающий. И уже мы сотворили человека, Адама, из сухой, звонкой глины, которая сама стала такой из влажной и изменившейся по цвету и запаху глины. И джинов, праотца джинов Иблиса, мы сотворили еще раньше, чем Адама, из знойного огня, сильного и бездымного. И напомни им, о посланник, ту историю, когда сказал Господь твой ангелом, «Поистине, я создам человека из сухой, звонкой глины, которая сама стала такой из влажной и изменившейся по цвету и запаху глины. А когда я, выровняю его, придам полный облик и вдуну от моего духа, духа, которым я владею, когда он оживет, то, приветствуя его и выражая свое почтение ему, падите перед ним, перед первым человеком, совершая поклонниц. И совершили поклонниц перед Адамом ангелы, все вместе, кроме Иблиса, который отказался быть вместе с совершившими поклонниц. Это было поклоном приветствия и выражения почтения, а не поклоном признания Богом или возвеличивания. Сказал он Аллах, «О, Иблис, что с тобой, что ты не оказался вместе с совершившими поклонниц?» Сказал Иблис, проявляя свое высокомерие и зависть. «Не подобает мне кланяться Ниц перед человеком, которого ты создал из сухой, звонкой глины, которая сама стала такой из влажной и изменившейся по цвету и запаху глины». Сказал он Аллах, «Выходи же из него, из рая, поистине ты, побиваемый камнями, проклятый, и поистине над тобой пребудет проклятие до дня суда». Сказал Иблис, «Господь мой, дай же мне отсрочку до того дня, дня суда, когда они, твои рабы, будут воскрешены». Сказал он Аллах Иблису, «Поистине же ты из числа тех, кому дана отсрочка, не умрешь до дня, время наступления которого известно Аллаху». Сказал Иблис, «Господи, за то, что ты сбил меня, я непременно разукрашу им, потомству Адама, грехи, что на земле, и непременно собью их, потомков Адама, всех с истинного пути, кроме только рабов твоих, из них избранных, тех, которые только тебя почитают Богом». Сказал Аллах, «Это прямой путь, ведущий ко мне». «Поистине, рабы мои, нет у тебя над ними власти, кроме тех из заблудших, которые последуют за тобой». «И поистине, гиена – ад, обетование, обещанное место их всех, Иблиса и его последователей. У неё, у гиены, семь ворот, которые расположены одна под другой, и для каждых ворот предназначена из них, из последователей Иблиса, определённая часть, в соответствии с их деяниями. Поистине, остерегающиеся наказания Аллаха окажутся в райских садах и рядом с источниками. И будет им сказано, входите в него в рай с миром и будучи в полной безопасности. И мы изъяли всё, что было у них, у обитателей рая, в груди из злобы, ненависть. И живут они в раю братьями, и, сидя на расшитых ложах, беседуют, обратившись лицом друг к другу. Не коснётся их там усталость, и никогда не будут они оттуда, из рая, выведены. «Возвести, о пророк, рабам моим, что я прощающий и милосердный, и что наказание моё наказание мучительное. И возвести им о гостях пророка Ибрахима, о почтенных ангелах». Вот пришли они, ангелы, к нему, к Ибрахиму, и сказали, «Мир!» И увидев, что они не кушают угощения, пророк Ибрахим почувствовал в душе своей к ним страх и сказал, «Поистине, мы возбоимся». Сказали они, «Не бойся, ведь мы ангелы, посланные Аллахом. Поистине, мы возвещаем тебе радостную весть о знающем мальчике, о том, что твоя жена Сара родит тебе сына, Исхака, который будет знающий об Аллахе и его законе». Сказал пророк Ибрахим, удивляясь, «Неужели вы радуете меня благой вестью, когда меня уже коснулась старость? Чем же вы радуете?» Сказали ангелы, «Мы радуем тебя истиной, правдой, которую сообщают от Аллаха, и не будь же из числа отчаявшихся, что у тебя родится ребенок». Пророк Ибрахим сказал, «А кто еще отчаивается в милости Господа своего, кроме лишь заблудших?» Сказал он Ибрахим ангелам, «В чем же дело ваше, цель пути, о посланные?» «По какому важному делу вас послал Аллах?» Сказали они, ангелы, «Поистине, мы посланы к людям, которые являются бунтарями, к людям из народа пророка Лута, которые отвергли закон Аллаха, кроме семьи Лута. Поистине, мы однозначно спасем их всех от погибели, кроме его жены, относительно которой мы предопределили, что она непременно окажется из числа оставшихся, погибших, так как она была довольно мерзкими деяниями, которые совершал ее народ и помогала им в этом». И когда пришли к роду Лута, к пророку Луту посланники ангелы, сказал он, «Поистине, вы незнакомые мне люди», сказали они, «не бойся, мы пришли к тебе с тем, с наказанием, о чем они, твой народ, сомневались». И пришли мы к тебе с несомненной истиной об их наказании, и поистине мы правдивы, говорим правду. Отправляйся же в путь, покинь свое селение со своей семьей по прошествии часа ночи, и ты сам иди за ними, позади всех. И пусть не оборачивается из вас никто, чтобы не видеть то наказание, которому будут подвергнуты беззаконники, и чтобы этим самым не постигло это наказание и того, кто увидит его. И идите туда, куда вам повелено идти Аллахом, чтобы достичь безопасного места. И решили, внушили мы ему, пророку Луту, это дело, что утром эти будут полностью истреблены. И пришли люди города к пророку Луту, радуясь, когда узнали, что у него дома остановились путники. Сказал пророк Лут, это мои гости, и они находятся под моей защитой, не позорьте же меня. И остерегайтесь, боитесь наказания Аллаха, не посягайте на них и не унижайте меня, причиняя страдания моим гостям. Сказали они пророку Луту, разве мы не запретили тебе брать в гости людей? Пророк Лут сказал им, «Вот это мои дочери, женщины, женитесь на них, если уж вы совершаете это». Пророк Лут назвал женщин своими дочерями, так как любой пророк является отцом для своей общины. Например, жены пророка Мухаммада являются матерями верующих. «Я, Аллах, клянусь жизнью твоей, о Мухаммад. Поистине, они, народ Лута, однозначно слепо скитаются в своем опьянении. И постиг их, неверующих из народа Лута, поражающий шум наказания при восходе солнца. И мы сделали верх его и их селения низом, перевернули его и обрушили на них камни из обожженной глины». Поистине, в этом знамение для тех, кто всматривается, берет назидание из этого. И поистине, оно, селение, где жил пророк Лут, находится на прямой дороге, по которой идут путники из Хиджаза в Шам. Поистине, в этом, в наказании народа Лута, однозначно знамение для верующих. И поистине, обитатели Аль-Айки, народ пророка Шуайба, были притеснителями, причинившими зло самим себе своим неверием. «И отомстили мы им, наказали их, и оба они, селение пророка Лута и селение пророка Шуайба, однозначно находятся на явном пути, по которому проходят путники и могут видеть, что от них осталось». «И уже жители Аль-Хиджра, самудяне, отвергли посланных, пророка Салиха. Если кто-то не признает хоть одного пророка, он является не признавшим и других пророков, так как вера у них одна, Тавсир Муэссар. «И привели мы им, самудянам, наши знамения, а они от них, от знамени, отворачивались. И высекали они, самудяне, в горах, дома, и жили они в них, будучи в безопасности. И постиг их, неверующих самудян, поражающий шум, наказание на заре. И не избавило их от наказания Аллаха то, что они приобретали, их имущество и крепости в горах. И ведь сотворили мы небеса и землю и то, что между ними, только поистине, в совершенном виде по своей мудрости, с определенной целью. И поистине, час непременно придет, день суда наступит. И тогда те, кто не уверовал в слово Аллаха и не признал его посланника, получат полное наказание». «Поэтому отвернись же, о пророк, от многобожников красивым оборотом. Не желай скорого наказания неверующим и прощай им. Поистине, Господь твой, Творец всего и Всезнающий». До неспослания аятов, в которых Аллах Всевышний предписал пророку сражаться против многобожников, он повелевал ему проявлять терпение. «И вот уже мы даровали тебе, о пророк, семь часто повторяемых аятов Суру Аль-Фатиха и Великий Коран. И не простирай своих глаз на то, чем мы наделили некоторых из них, из многобожников, ведь это лишь красота земной жизни, которую мы им дали, чтобы испытать их этим. И не печалься за них от того, что они неверующие, и преклони крыло твое, будь смиренным перед верующими. «И скажи им, о Мухаммад, поистине, я только разъясняющий, увещеватель, который предупреждает о наказании от Аллаха. Мы не спослали Коран тебе так же, как не спосылали мы разделившим иудеям и христианам, которые сделали для себя, приняли Коран частями, уверовали в часть Корана, которая соответствует их книгам, и отвергли остальную часть. «И я, Аллах, клянусь Господом твоим, о Мухаммад, самим собой. Мы непременно и обязательно в день суда спросим их всех о том, что они творили. Провозгласи же, о Пророк, то, что тебе приказано, скажи им, что повелел Аллах, и отвернись от многобожников, не обращая внимания на их слова. Поистине, мы избавили тебя, о Посланник, от насмешников из числа предводителей курайшитов, которые делают для себя наряду с Аллахом другого Бога, совершают многобожие, предают Аллаха, и вскоре они узнают итог своего дела. «И я, Аллах, клянусь, что мы знаем, что грудь твоя, о Пророк, сжимается. Ты огорчен от того, что они, многобожники, говорят о тебе и о твоем призыве. И когда ты огорчен, то обращаясь к Аллаху, вославь же Господа твоего и будь с преклоняющимися ниц, совершай молитву, и этим ты избавишься от того, что тебя тревожит. И поклоняйся Господу твоему всю жизнь, пока не придет к тебе несомненность, смерть». И посланник Аллаха подчинился этому повелению своего Господа и до самой смерти не прекращал поклоняться ему. Субтитры создавал DimaTorzok